Программа по устойчивому развитию сельских территорий в действии. Благодаря активному участию глав поселений, самих жителей, качество жизни на селе значительно улучшилось. Мои коллеги съездили в Урмарский район и лично увидели, какие изменения произошли за последние три года. Яркое здание ФАПа видно издалека. Здесь обслуживают более 800 жителей из трех деревень. Построили его в 2015 году по программе развития сельских территорий. Мы начали эту программу в 2014 году, сделали все проекты, подготовили все документы и обратились в Министерство цельского хозяйства с просьбой, чтобы нам разрешили участвовать в этой программе. Министерство цельского хозяйства эту программу одобрило, нас включило, мы участвовали и вот выиграли. В этом году завершаем строительство автомобильной дороги. 700, ну около 800 метров строительства указа провода, строительства водопровода. А в прошлом году мы здесь построили электрособжение улицы. Кстати, строительство автодороги уже завершается. Подрядчик работал без срывов на совесть. Работаем в сиюне месяц, начали совершение работы с сентября месяца этого года. Сейчас мы построили основную дорогу полностью, 780 метра со всеми видами работ. Осталось укрепление куветов, асфальтобетонный кувет, щебеночный кувет и совсем многолетними травами. Тротуар для пешеходов есть 646 метров. Этот тротуар уже выложен, все готово у нас. Местные жители таким изменением только рады. После выхода на пенсию Николай Кириллов вместе с семьей решил вернуться в родную деревню. Три года назад начал строить большой дом. Признается, было непросто. Было чистое поле, когда тут начинали. Теперь все условия для житья, проживания есть. Газ, вода, свет, дорога вот появилась, слава богу, по старанию администрации поселения и нашего атамана. Я раньше ездил в соседние поселения, а теперь через дорогу перешел. Я раньше по жизни не болел. На пенсии все равно это что-то выходит. Вот через дорогу хожу и вылечили, слава богу, недавно. Живем дальше. В ближайшие годы здесь обещали построить еще и торговый центр и сельский клуб. А на новые улицы вырастут еще 30 домов. Галина Титарчук, Татьяна Роявская, Игорь Зверев, Республика.